Генеральный спонсор программы и компания Huawei Здравствуйте, это новости ревью на НТК, я Дилиан и хочу сказать, что с помощью нашего спонсора Huawei P9 ты забудешь о всех фильтрах в Инстаграм и станешь звездой фотосессии. Ну и мы начинаем! Подводим итоги, во сколько обошлась Универсиада 2017, сколько килограммов еды ушло на питание и что на самом деле иностранцы думают о Казахстане. Все это в спецвыпуске ревью. Новый состав Кешью готовится к первому выходу на сцену. Вслед за Димашем Алматини с Галымжан Ауизбай поразил китайскую публику акробатикой. Как в «Матрице»! Что общего у кыргызского боксера и Нео? Интрига раскрыта, друзья. Баяна Синтаева представила свету обновленный состав группы Кешью. Напомним, продюсеру пришлось пойти на это после скандального ухода Акбаты Нурсейд Магамбет. Оказалось, коллективу пришлось проститься не только с ней. Новый состав группы Кешью. Звучит уже не ново. За 10 лет существования проекта поменялось 8 девушек. К списку теперь добавьте Акботу и Жулдыз. Причины у всех разные – здоровье, брак, беременность. Последняя не оправдала ожиданий Баян Максатовны. Для меня это было неожиданностью. Продюсеры так решили, что сделают ее актрисой. Скоро она появится в кино. Таким образом, красотка осталась в продакшене. Ну а Кешью совершила капитальный апгрейд. Во-первых, это больше не трио. Солистки группы Лошин вместе с новой исполнительницей Назым добавились к Бидаш, которая осталась одна после ухода коллег. Во-вторых, репертуар этого коллектива будет звучать уже в другом формате. Говорят, кое-кто даже начнет читать рэп. Мы будем также исполнять репертуар Кешью, но вскоре появятся новые песни в новом формате. Мы следим за мировыми трендами и будем применять их в нашем новом стиле. Мы уже два месяца как репетируем вместе – танцы, вокал, учимся друг у друга. 18-летняя Назым Абильдина попала в проект благодаря кастингу. Девушка зацепила Баян своей харизматичностью и внутренним светом. Голос и характер тоже присутствуют. Мне не трудно, потому что я с 8 лет на сцене. Вела конкурс детской песни «Айгюлек» и пела в дуэте «Люпель». У меня есть опыт. Девочки мне помогают с советами. Для меня это как новая увлекательная игра. В ближайшее время «Гёлс Бэнд» начнет работу над дебютным видео. Ну а прямо сейчас они потеют над первым выходом на сцену. Уже 10 февраля квартет выступит на вечере памяти композитора Сидулы Батирекова. Там-то они и покажут, как звучит новый кешью. Виолетта Тельманова, Ерлан Абдуалиев, Ревью. От нового состава к новому сопернику. В Жамбыльской области появился достойный соперник Геннадию Головкину. Некий Мирзат Абдрахманов записал видеообращение к профессиональному боксеру. Говорит, удар такой же мощный, как у «Трипл-Джи». На трехминутном видео парень рассказывает, что может порвать любого американского боксера. Да что уж там, своего же земляка на ринг вызвал. При этом еще и попросил поддержку у казахстанцев. Однако реакция пошла обратная. Тем временем в Алматинский Кайрат пробивается новый легионер. Полузащитник тульского арсенала Фелисио Браун Форбс находится на просмотре в Турции. Стоит упомянуть, что футболист ищет новое пристанище, потому что он не устраивает тренерский штаб. Но контракт кастариканца действует еще полтора года. За 14 матчей, которые он отыграл за российский футбольный клуб, забил два гола и получил одну желтую карточку. Аким Астаны в это время не может налюбоваться своей новой наградой. Градоначальника удостоили звания «Курмите Аке», что в переводе с казахского «уважаемый отец». Так, члены общественного объединения «Союз отцов» отметили инициативность Осеты Секешевой и посчитали, что он может служить примером для народа. Раз уж заговорили о столице, то вот вам еще одна новость. На Триумфальной арке откроется смотровая площадка. На верхушке монумента строится обзорная территория, которую оснастят панорамными биноклями. Появится выставочная галерея и мультимедийные установки для того, чтобы крутить ролики о Казахстане. Горожане и туристы, вооружившись гидами, смогут подняться в эту зону по лестнице. Лифт внутри арки предусмотрен для особых случаев. Все это произойдет в мае этого года. Виолетта Тельманова, Ревью. Алматинец Галымжан Ауизбай принимает участие в шоу. 21-летний студент смог пройти два тура и готовиться к третьему. Парень вот уже несколько лет занимается акробатикой. Все номера он выполняет без страховки. Юноша показал номер с исполнением ненадежной конструкции из пяти стульев, а затем добавил еще шестой. Шоу состоит из четырех этапов. На первом этапе показываешь по желанию свое искусство. Если все четверо судей говорят да, то ты проходишь следующий тур. Призовой фонд конкурса составляет 70 тысяч долларов. Победитель получит 25, остальные по 20, 15 и 10 тысяч соответственно. Третий тур состоится в середине февраля. Галымжан планирует построить башню из бутылок, забраться на самый верх и поразить зрителей акробатическими трюками, которые он придумывает сам. Нэль Бузунов, Мируэрт Балгинова, Деорин Мергалиев. Новости ревью. Самый эпичный уход от удара продемонстрировал кыргызский кикбоксер Рафаэль Физиев. Во время поединка с тайцем 45 инди спортсмену удалось увернуться, отлонив корпус назад практически на 90 градусов. Несмотря на такую реакцию, бой атлету выиграть не удалось. Зато он получил мировую славу. Пользователи интернета прозвали Рафаэля кыргызским Нео, потому как трюк Фазеева уж сильно напомнил кадр из фильма «Матрица», когда Киану Ривз с подобным способом пытался уклониться от пуль. Памела Андерсон снялась в горячем видео для английской марки «Белья». На кадрах знаменитость раздевается и шалит с ней детской игрушкой, демонстрируя, что ягодки-то у нее все на месте. Неужели все забыли, что ей скоро 50? Андерсон облачается в нежное кружево и отправляется, так сказать, играть. Ролик выпущен ко дню всех влюбленных. Кстати, в конце рекламы актриса посылает к черту этот праздник. Директор бренда Коко Демер объяснил мораль этой работы. Пора расстаться со стереотипами и позволить каждой женщине отмечать День Святого Валентина по-своему, независимо от наличия второй половинки. Кстати, компания анонсировала коллаборацию совместно с Памеллой. Леди Гага смогла неплохо заработать благодаря своему перформансу на Супербоуле. После шоу продажи ее альбомов и треков в США увеличились на тысячу процентов. Более 125 тысяч человек загрузили ее хиты себе в свои гаджеты. Например, Million Reasons скачали 45 тысяч раз. Ранее эта цифра была в 9 раз меньше. На 71% выросло и количество просмотров ее клипов в сети. Напомним, что после ее фееричного выступления певица объявила о мировом туре. Первой встретит Гагу – Барселона. Концерт назначен на 22 сентября. Мадонна же сейчас занята семьей. Власти Малави дали ей разрешение на удочерение двух близнецов – Эстер и Стеллы. Сообщается, что девочки уже со звездой и скоро вместе с новой мамочкой отправятся в США. При этом королеву поп-музыки и ее дочери будет сопровождать соцработник, чтобы убедиться, что исполнительница обеспечит детей всем необходимым. Аджиджи Хадид обзавелась клоном. Компания Барби выпустила куклу, похожую на популярную модель. Мини-копия знаменитости посвящена ее работе с Томми Хиллфигером. Напомним, в сентябре прошлого года модель выпустила совместную коллекцию с дизайнером и даже презентовала ее на Нью-Йоркском фэшн-уике. Вещи разобрали моментально после старта продаж. Нина Добрев попрощалась с дневниками вампира. На сей раз окончательно. Актриса написала в своем инстаграме о том, что снялась в последнем эпизоде многосерийки. Спойлер – восьмой сезон станет заключительным. Во время съемок финала было много эмоций, ностальгии, любви, слез, радости. Я чувствую, что поклонники тоже будут рады завершению шоу, когда они посмотрят финал. Фаны, наверное, поняли, на что намекает актриса. Скорее всего, будет хэппи-энд. Напомним, что первая серия дневников вышла в 2009 году. Виолетта Сельманова – ревью. А мисс Селена 2016 до сих пор не может поверить в свою удачу. Хотя с финала конкурса прошло уже 10 дней, Ирис Миттеннер дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих мечтах и кошмарах. Оказывается, в первую же ночь после победы девушке приснился страшный сон, что выиграла не она. Когда я проснулась, я сразу начала смотреть по сторонам, искала свою корону. Когда я ее обнаружила, подумала, окей, я мисс Вселенная, никаких ошибок в этом году. Вот такой отпечаток на участницах остался после прошлогодней ошибки ведущего. Ирис начнет свою миссию сотрудничества с благотворительной организацией Smile Train, которая направлена на помощь деткам с зайчей губой и волчьим небом. По ходу деятельности модель хочет познакомиться с многими селебрити. Я хочу познакомиться с многими людьми. Мне нравится Миранда Кэр. Я очень люблю Бейонсе. Ее любят все. Я обожаю Кейт Миддлтон. Она не в Нью-Йорке, но, возможно, однажды я с ней встречусь, потому как каждый год я говорю себе, я хочу встретить Кейт Миддлтон. Это мечта. Увы, иногда мечты остаются мечтами. Также она рассказала, что до сих пор получает сообщения с поздравлениями. Причем в таком сумасшедшем количестве, что отвечать каждому придется до старости. Зато 63-летней Кристи Бринкли до сих пор снятся моменты былой славы. Супермодель 80-х снялась с купальники для обложки спецвыпуска Sports Illustrated. Думаете, в этом возрасте женщина только и может что трясите лесами? Нет, на теле Бринкли ни одной складочки, и в пляжном образе она выглядит идеально. Ничуть не хуже дочерей, которые составили ей компанию на фотосессии. Последний раз Кристи появлялась на страницах издания 20 лет назад. Как она написала в своем микроблоге, мы не рождаемся со сроком годности. В Японии стартовал ежегодный фестиваль снега. Тонны белой массы заполнили улицы Саппора. Скульптуры из разных уголков мира представили более 200 творений. Самой популярной стала композиция, посвященная культовой космической саге «Звездные войны». На переднем плане Кайло Рен, джедай, перешедший на темную сторону силы, не обошли вниманием и Дональда Трампа. Автор создал скульптуру с его головы, с открытым ртом и рукой, которая держит яблоко, проткнутая ручкой. Фестиваль в Саппоро проходит уже в 68-й раз и продлится до 12 февраля. И свирепых хищников, милых котиков. Амурские тигры из китайского зоопарка набрали лишний вес и теперь вызывают не страх, а чувство умиления. Работники зверинца специально откормили диких кошек на зиму. На самом деле это обычное природное явление, ведь амурские тигры родом из холодной Сибири. И для того, чтобы выжить, они нагуливают жирок. За лето животные должны скинуть все, что наели и прийти в форму. Они напоминают знаменитого кота в сапогах из Шрека. А теперь я передаю слово нашим спортивным корреспондентам Кате Краснова и Биржану Ашиму, которые подготовили для нас интересные новости универсиады. Ребята, вам слово! Я думаю, что уже можно вздохнуть с облегчением и атлетам, и болельщикам. Сегодня Казахстан в очередной раз подтвердил свой мощный спортивный настрой. 11 золотых медалей! Это ведь невероятно крутой результат. Конечно, немного обидно, что Россия взяла досрочное первенство, хотя не все так просто. Галина, вечер добрый. Я вас поздравляю, вы золотой медалист. А вот все-таки не обидно, что, несмотря на ваше золото, Казахстан не в первенстве? Честно говоря, Россия очень сильная команда, поэтому сказать, что мы не первые, но мы вторые, и мне кажется, это тоже престижно, это очень хорошо. Тем более мы принимаем дома, и мне кажется, это очень хорошо. А тремя словами, как бы вы описали для вас, что есть универсиада? Я не знаю, боль, победа, страх, какие это слова? Ну, радость, грусть и смех. Спасибо большое, я вам желаю огромных побед. Скажите, не обидно, что Казахстан все-таки не занял первенство? Ну, немножко обидно, но мы делали все, я думаю, каждый старался, завоевал и золото, и серебро, и бронзу, собрала полный комплект. Вот так вот масштабно прошло награждение атлетов на медал Клаза. Если честно, я не успела и глазу моргнуть, как главные соревнования этого года уже закончились. Ой, не говори, Кать, но как бы нам этого не хотелось, пора уже подводить итоги масштабной универсиады 2017 года. Сейчас мы находимся вблизи атлетической деревни, где спортсмены уже пакуют чемоданы и на старте домой. Кстати, комплекс строился 4 года, а потратили на все это почти 43 миллиарда тенге. И что удивительно, Казахстан первый в истории, кто построил отдельное жилье для спортсменов. Ну а следующие цифры мне озвучить будет особенно приятно. За все время соревнований участники съели больше 200 тысяч килограммов еды. Более 200 тысяч Карл. Этой трапезы хватит, чтобы единовременно накормить всех, подчеркнув всех спортсменов в мире. В Казахстане я первый раз, и мне рассказывали друзья с Латвии, что Алматы самый красивый город. Хотелось бы другие города, но Алматы, конечно, супер. В таких условиях было приятно работать всем, начиная от нас с Биржаном и заканчивая самими атлетами. Напомним, что первое триумфальное золото в копилку Казахстана принесла биатлонистка Алина Райкова. Ну а дальше все пошло как по маслу, как говорится. Анна Шевченко, Денисен, Галина Вишневская. Хочется выразить огромную благодарность всем за эмоции и гордость. Это очень круто, что все люди живут в одном здании, вокруг здесь. Я не знаю, если вы можете это видеть, но это очень круто. И поэтому вы можете сделать контакт с всеми, сделать друзьями, это очень круто. И, кстати, золото получали не только чемпионы. За время универсиады было сделано аж два предложения руки и сердца. Серьезно, это ведь так романтично. Вот и я о том же. Но, к сожалению, все имеет привычку заканчиваться. А далее Красноярск принимает эстафету игр. И нам тоже пора прощаться. Спасибо тебе, Биржан, огромное за такой крутой тандем. И тебе большое спасибо, Кать. Но заметь, я не говорю прощай. Мы лишь говорим до свидания. Благодарю, ребята, за хорошую работу и интересную информацию. Ну, а ведь Казахстан поздравляю с успешной универсиадой Валматы. Берегите себя и удачи. А самое главное, не болейте. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил бренд Кравиц. Выражаем благодарность за предоставленную одежду ведущим сети спортивных магазинов «Спортмастер».